МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Травит с трех сторон. Жители села Буркуты Каркаролинского района негодуют из-за промышленных предприятий, которые негативно влияют на окружающую среду. Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов потребовал усилить меры безопасности на опасных участках республиканских и областных дорог. В регионе отмечается рост количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 70 лет поиска, открытий и успеха. В областном филиале Национального центра Орлеу в честь 70-летнего юбилея презентовали альманах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Травят с трех сторон. Жители села Буркуты Каркаролинского района негодуют из-за крупных промышленных предприятий, которые негативно влияют на окружающую среду. Люди боятся не только за свое здоровье, но и за скот. За последние два года по неизвестным причинам сельчане лишились 20 голов скота. Головные боли, расстройство желудка и выпадение волос. Это далеко не весь перечень бед, которые жители села Буркуты связывают с ухудшившейся экологической ситуацией. Близ села расположены три крупных предприятия. По словам людей, именно отходы производства стали причиной постоянных заболеваний. Сельчане обеспокоены не только своим здоровьем. Их тревожит скот. Реальный и порой единственный источник дохода и пропитания для многих из них. За последние два года по неизвестным причинам в селе Буркуты пало более 20 голов скота. В прошлом году я пригнала скот в зимовке. Собиралась забить своего быка на мясо, но он умер. У соседки такой же случай. Приехал вид техники и сказал, что причина в интоксикации. Местные жители уверены, что причины всех бед кроются в деятельности предприятий. Здесь расположен тупик, куда доставляют уголь из Караганды. Также имеются марганец и золото. Сельчане жалуются, что производственные отходы компании «Алаш» и «Алтай Полиметалла» не хранятся в закрытом помещении. Жалобы людей местные власти слушать не стали. Аким Киргизского сельского округа недовольство людей не разделяет. Он заявил, что вместо того, чтобы обвинять руководство предприятий, жителям села стоит лучше ухаживать за скотом. Я считаю, что никакого вреда нет. Сложно сказать, отчего пал скот. Возможно ведь, что причина в ядовитой траве. Сельчане должны правильно ухаживать за скотом. Ясность в этом деле появится только после заключения экологов. В соответствующих органах заявили, что специалистов непременно пригласят. А предприятия, которые травят местный люд, пообещали организовать закрытые помещения для хранения бытовых отходов. Тухжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов потребовал усилить меры безопасности на опасных участках республиканских и областных дорог. Глава региона обеспокоен ростом количества смертельных случаев на трассах. Он потребовал от местной полицейской службы жестче следить за безопасностью. В Карагандинской области уменьшилось количество уголовных правонарушений. К примеру, особо тяжкие преступления уменьшились почти на 18% по сравнению с этим же периодом прошлого года. На 7% уменьшилось количество уличных преступлений. Меньше совершено убийств, изнасилований, грабежей, хулиганств, краж чужого имущества, в том числе и квартирных и краж скота. Дополнительно принятые меры индивидуально-профилактического характера способствовали снижению числа правонарушений, совершенного в состоянии алкогольного опьянения, единицами ранее совершавшими. Улучшены показатели раскрытия преступлений с участием сотрудников строевых подразделений дорожной и патрульной полиции, а также личным сыском, участковым инспектором и ювенальной полиции. Между тем, представитель местной полицейской службы отметил рост подростковой преступности и правонарушений в бытовой сфере, а также увеличение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Акимобласти Ерлан Кушанов заострил внимание на проблемах, требующих решения. Особую тревогу вызывает увеличение числа погибших на ДТП. У нас вот сейчас вы показали, рост идет очень большой. Во-первых, на сегодня мы активно ремонтируем дороги, строим дороги, скорости увеличиваются. Но теперь, соответственно, вы также должны реагировать местная полиция. Глава региона призвал усилить меры безопасности на автодорогах Караганда-Каркаралинск, Караганда-Балхаш, Садпаев-Жасказган. По информации областного департамента внутренних дел, на наиболее аварийно опасных участках автодорог организовано дежурство мобильных экипажей. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Сто карагандинских школьников поборолись за Кубок Чистоты. Экологический турнир состоялся на территории Дома культуры Нового Майкудука. Традиционное мероприятие проводилось в три этапа. Экологический турнир среди школьников проводится пятый год подряд. Его главная задача – научить подрастающее поколение любить и беречь природу. В этом году за Кубок Чистоты боролись 10 команд. Турнир состоял из трех этапов. Мероприятие, направленное на формирование экологической культуры среди молодежи, проводится молодежным ресурсным центром города и общественным объединением «Союз рабочей молодежи». В 2013 году по инициативе молодежного ресурсного центра мы при поддержке Акиманта города Караганды начали проводить данное мероприятие. Основная цель – это приведение молодежи в экологической культуре, пропаганда зеленой экономики, переход в зеленую экономику. Среди команд нашлись те, которые неизменно становятся участниками увлекательного турнира. К примеру, ученики школы номер 34 участвуют в турнире третий год. Школьники отмечают, что к чистоте и порядку приучены с детства. Мы уже третий год подряд участвуем на этом соревновании. До этого мы не занимали мест, но в этом году мы хотим взять место. Самое главное – беречь природу, всегда не мусорить. Каждый четверг у нас проходят, чисто четверг, субботники. Школьники подготовили визитки, чтобы представить свои команды. На этом этапе жюри оценивало их креативность. Затем состоялась викторина, а в завершающем туре участники собирали бытовые отходы на отведенных им участках. Следует отметить, что каждая из команд жаждала победы и заветного кубка. Примечательно, что три года подряд лидером турнира является школа номер 76. Победители этого года ждет кубок чистоты и подарок в виде колонок. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Израильские врачи делятся секретами оказания первой помощи при обширных травмах и транспортировании пациентов. В областном центре травматологии и ортопедии имени Макожанова проходит тренинг, который ведут специалисты международного класса. И все парамедики, которые работают на скорой помощи, мы все работаем по протоколам. Наши протоколы по травме – это те же самые протоколы, которые в жилом поколе. Уже не одно десятилетие государства Израиль находится в противостоянии с соседними странами. И противостояние это не всегда политическое. Многочисленные угрозы заставили создать эффективную систему гражданской обороны, а также позволили приобрести большой опыт в организации службы экстренной медицинской помощи. «Особенность страны Израиль в оказании медицинской помощи в том, что у них состояние службы идет повышенной готовности. И постоянно сложные пациенты с тяжелыми травмами привозятся в стационары. И у них вот эта вся стационарная помощь, догоспитальная транспортировка, она в едином порыве работает и в единой службе. И, соответственно, взаимодействие у них четко идет между собой». Карагандинский областной центр травматологии и ортопедии имени профессора Макожанова является одним из ведущих клиник, которая специализируется на лечении обширных травм, связанных с чрезвычайными ситуациями. Здесь используют передовые технологии, а персонал всегда готов учиться новому. Подобные семинары уже давно стали традиционными. Но в нынешнем мероприятии приняли участие врачи и из других лечебных учреждений региона, а также специалисты службы скорой медицинской помощи. «В течение этой конференции мы будем делиться не только теоретическими знаниями и слушать ваших коллег. В последний день мы будем проводить, в принципе, тренинг, практическое занятие, совместная работа скорой помощи и вашего центра, как они работают вместе, как они понимают друг друга, как они говорят на одном языке. Это будет связано с перевозкой раненых в приемный покой. И потом мы будем делать дебрифинг и говорить, как это все отработано». Семинар будет проходить на протяжении трех дней. Участников ожидают как теоретические, так и практические занятия. Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. «Семьдесят лет поиска, открытий и успеха». В областном филиале национального центра «Урлеу» презентовали «Альманах». Презентация прошла в рамках 70-летнего юбилея Института усовершенствования учителей. В честь данного события собрались многие специалисты и ветераны системы повышения квалификации. В этом издании по крупицам восстановлена вся история Института со дня его образования по сегодняшний день. Книга «Альманах» показывает динамику происходящих перемен в системе повышения квалификации. Педагоги, собравшиеся со всех регионов, обсудили новые задачи, которые поставлены перед Институтом. «Сегодня Институт «Урлеу» – один из ресурсов государственной политики по подготовке детей к новым условиям жизни и работы. В первую очередь, это цифровизация. Сейчас мы готовим внедрение обновленного содержания образования. В рамках цифровизации в институте проводится работа по подготовке учителей к владению навыками, работами с IT-технологиями». В рамках программы «Рухани Жангру» в центре были открыты кабинеты робототехники. Кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием для работы. Здесь обучаются учителя информатики, математики и физики. Стоит отметить, педагогический состав центра «Урлеу» имеет довольно высокий кадровый потенциал. Сейчас в областном филиале работают 40 преподавателей. Все они имеют сертификаты международных программ и прошли обучение за рубежом. «В современной системе образования с каждым днем происходят какие-то перемены. В этом есть и заслуга института «Урлеу». За 70 лет здесь трудились выдающиеся специалисты, которые внесли огромный вклад в развитие системы образования. Главная миссия института – это не только повысить квалификацию педагогических работников, но и совместное решение проблем, возникающих в системе образования». На протяжении семидесятка лет менялись статус центра и решаемые задачи в соответствии с разными этапами исторического развития. Но институт оставался флагманом развития образования в области. Он и по сей день оказывает значительное влияние на подготовку педагогических кадров Карагандинской области. Качественные изделия по доступным ценам. В Караганде открылась выставка «Тысяча шапок». Модные головные уборы из меха представят российские производители. Широкий выбор стильных головных уборов обещают и женщинам, и мужчинам. Головной убор – не только средство защиты от непогоды, но и прекрасное дополнение к образу модников и модниц. Предложить карагандинцам самые яркие сочетания цветов, интересные модели и смелые дизайны решили гости из Новосибирска. Именно в столице Сибири находится фабрика, которая вот уже 20 лет радует клиентов меховыми головными уборами высокого качества. Изделия, выполненные вручную, представлены на выставке «Тысячу шапок». Опытные продавцы готовы подобрать модный аксессуар каждому, кто придет в поисках чего-то нового и необычного. Наша меховая фабрика соблюдает всю технологическую цепочку производства от выделки и окраски до разработки дизайна и пошива головных уборов. Именно поэтому у нас приятные цены, отличное качество и оригинальный дизайн. На выставке преобладает изделие из норки, однако есть и эко-мех. Широкий ассортимент головных уборов придется по вкусу даже самым взыскательным клиентам. Теплую и красивую шапку найдут как женщины, так и мужчины. Интересные модели предусмотрены и для юных модниц. Выставка открылась только вчера, а число довольных покупателей уже перевалило за десяток. Услышав о выставке «Тысячу шапок», Любовь Павловна поспешила оценить творение российских производителей. Женщину приятно удивили цены, приветливый персонал и изобилие головных уборов. Я выбрала одну шапочку, надеюсь, она мне подойдет, я подумаю и думаю, куплю. Цена приемлемая, очень внимательные девочки. Я долго выбираю, долго кочевряжусь, но все было очень хорошо. Так что, карагантинцы, приходите, будем красивые, будем модные. На отдельные модели МИХА предусмотрены скидки. Выставка «Тысячу шапок» расположилась в здании Союза художников по адресу улица Комиссарова, 35А. Карагандинцы могут прийти за обновкой с 10 до 7 вечера. Выставка работает без перерывов и выходных. В шахтерской столице гости из Новосибирска пробудут до 30 сентября. Для дополнительной информации обращайтесь по телефону, указанному на экране. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова